Дни становятся все короче. На часах только начало пятого, а на улице уже практически ночь. В такой период проблема плохо освещенных домов и улиц становится особо актуальной. Сейчас видите, вот здесь вроде горит, а вот по-моему, из рук вот туда в старый район едешь, там еще пока не горят. У нас на детской площадке, наверное, катастрофически не хватает освещения, это 22-й микрорайон. А на улицу, в принципе, вроде неплохо. Проблема уличного освещения в городе остается актуальной. Особенно остро она касается внутриквартальных территорий старого района, поскольку в рамках советской застройки развивалось придомовое освещение у подъездов. В самих дворах света порой катастрофически не хватает. В прошлом и в этом году администрация города достаточно существенно продвинулась по этому вопросу. В этом году разработано 24 проекта для того, чтобы обеспечить освещенность различных дворов в старой части города. И уже шесть объектов мы защищаем в настоящее время в рамках инициативного проекта «Вам решать». Уличное освещение уже обновили на участке дороги на перекрестке улиц Павлика Морозова и Чкалова. Более 170 светильников заменили на Зернова, а именно от третьего КПП до пересечения с Московской. Ламбы поменяли на светодиодные. Работы были проведены фирмой УНИК, с которой был заключен в установленном законодательном порядке контракт. И мы добились нормативного уровня освещенности как проезжей части, так и тротуаров. При этом потребление электроэнергии на освещенность, соответственно, сократилось, потому что светодиодность считается более энергоизберегающей. Работы по замене светильников и дополнительному освещению пешеходных переходов запланированы на следующий год на улицах Харитона, Павлика Морозова, Менделеева, Московской.